Ребята, всем огромный привет! Приветствую всех на моем канале Парит Орси. Спасибо всем и всем тем, кто смотрит мои видео. Спасибо, что ты его нашел, либо смотришь в то время, когда оно появилось. Сегодня у нас с вами Киёша Мэд Ван. Вот такой вот микроавтобус коричневого цвета, полный привод. Это у нас с вами настоящий монстр трак, только на колесе. И да, ребят, вот так вот коробочка. Это выглядит, как я говорил. Это монстр трак, 4WD. Но вот здесь вот есть небольшие сюрпризы. Все очень просто, да? Это коллекторный мотор и это Phaser MK2. То есть именно тот Киёша, который мы катали с вами, был дрифт. Теперь это же шасси используется на монстр траках. 4WD, коллекторный мотор, повторюсь, и влагозащит щита стоит сразу же в стойке. Но 4WD, вот такие вот классные колесики и аппаратура. Полный РТР комплект. Все сразу в базе и в штате есть. Для того, чтобы гонять из коробки, вам только нужно купить аккумулятор. Ах, красавец. Давайте распаковывать и доставать. Продолжаем распаковывать. И, ребят, конечно же, вы видели, я надеюсь, если нет, то посмотрите. Dodge Phaser MK2, который стоит 219 баксов. Это дрифт модель. Вот. И здесь на самом деле все то же самое. То есть имеется в виду та же самая шасси. Сейчас давай. То же самое шасси, только здесь у нас с вами стоит вот такой вот кузов. Понятно, что сейчас разница есть и она колоссальная, но давайте обо всем по порядку. Итак, доставая из коробки, вы, конечно же, получаете аппаратуру управления последнего поколения от Kyosha. Называется она SyncRO-KT231.2. Двухканальная аппаратура, но есть все регулировки. Тремер руля, тремер газа. То есть полностью для того, чтобы вы сможете ее настроить так, как вам удобно. Также здесь есть вот такое вот удобное колесико, которым удобно, на самом деле, ребят, честно скажу, очень удобно управлять. Мне на дрифт модели очень понравилось. И, ну, вообще, то есть прям классная аппаратура управления. Если думаете, так же там для себя ее приобрести отдельно, советую. Удобная. Питается она на самом деле четырьмя пальчиковыми батарейками. То есть спокойная, легенькая, удобная. Классная подставка для крепежа камеры. Ну, я не знаю, там, чем вы используетесь. DJI, либо, допустим, GoPro. Также в комплектации мы с вами и вы, если приобретете данный автомобиль, получаем кучу наклеек, инструкцию по эксплуатации. И вот здесь вот, на самом деле, я думал сильно не углубляться. Но здесь мы получаем, я так понимаю, классный спойлер, который нужно просто докрепить. Здесь есть у нас с вами дополнительные сразу же крепежи. То есть он крепится. И у нас с вами где-то будет спойлер. Наверное, как-то вот так. Ну, как-то вот так будет смотреть. Ну, не знаю. Посмотрим дальше. Что очень удобно и информативно. Это какая-то проставочка. Я не знаю. Нужно будет смотреть, разбираться. И набор даже есть инструментов. Причем у Kiosh он всегда металлический комплект. Это класс. Это молодцы. Здесь только зачет. Наклеечки, кстати, неплохие. То есть если разобьете кузов, надо будет приобретать отдельно. У вас все это уже будет в базе. Ну и сам автомобиль. Да, все правильно вы понимаете. Это у нас в микроавтобус Mad One от Kiosh. Давайте. Что мы с вами? Сделаем тачку немного BU. Нравится кому-нибудь так отдирать? Я вообще очень сильно люблю отдирать, когда это новиночка. А? Красавчик. Какой прям такой. Я, если честно, ребят, именно из-за этого кузова и хотел его показать. Ну, во-первых, цена 220 долларов. То есть он не проходит по пошлине. Вы спокойно покупаете, забираете его на почте. Цена получается... Ну, с доставкой он мне обходится. Где-то обошелся в 17 тысяч рублей. Но вы смотрите. То есть как у вас вопрос с доставкой. Может быть будет стоить все немного подешевле. Дизайн просто бомбический. Тачка смотрится очень конкурентно. Прям классно. Колеса с проставочкой. И довольно-таки мягкие, кстати. Ну, смотрится, ребят, просто обалденно. Ну, что, давайте немного цифр. Итак, автомобиль длиной 38 сантиметров. То есть, в принципе, это, кстати, масштаб 1 к 10. Дальше. Ширина его 32 сантиметра. То есть он получается, ну, квадратный. Это вообще безумно классно. Мне нравится эта развесовка у ARM. Ауткасты, потому что они короткие. Они постоянно делают флипы. То есть это очень удобно для тех, кто любит побашить на этих автомобилях. Да, я понимаю, что вы сейчас скажете о том, что эти автомобили на коллекторе не ездят. Там куча пластика. Но зато в базе ставите 2С. Мы с вами покатаем. Сейчас у нас с вами еще зима идет. Как раз, грубо говоря, наверное, мы с ней прощаемся. И посмотрим, как эта тачка будет в деле. Вот. Давайте с вами снимем кузов. И посмотрим, что же у нас внутри. Итак, давайте по корке. Кстати, очень хороший Александр. Качественный, проклеенный. Вот мне нравилось у Киоша раньше. Точнее, не нравилось то, что наклейки были довольно-таки посредственно приклеены. Здесь вопросов никаких нет. Пластик очень хороший. Здесь он, кстати, очень твердый. То есть если тачка будет так вот прыгать, я думаю, что все будет у вас нормально. Да, все это наклеено. Здесь ничего нет. Но это монстр. Так называемый, ребят, монстр. Да, понятно, что вы сильно не побашите, потому что это коллекторная версия. Но, допустим, конкуренции армии, которая стоит где-то там, если не ошибаюсь, 270. То есть вы экономите 50-60 долларов. То, в принципе, там тоже тачка вся в пластике. С возможностью ее дальнейшего перевода на БК. А здесь, наверное, ну нет. Это, наверное, не получится. Хотя сейчас мы с вами об этом посмотрим. Расскажем. В общем, наклейки, 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 наклейки. Но, Александр очень даже неплохой. Это хорошо. Это здорово. Это молодцы. По, если разговаривать о самой технике, как вам говорил, коллекторный мотор 550-го класса, то есть он крупненький, должен тачку разгонять очень даже неплохо. Т-плаговский переходник. Почему о нем рассказывают? Да потому, чтобы знали. Дальше. Преобладает здесь все пластиковое. Центральный вал и привод, к сожалению, тоже пластиковый. Два дифференциала сзади и спереди. Ну, здесь ничего такого. Три дифференциала здесь точно не нужно. Влагозащищенная электроника есть в стоке. Аккумулятор поддерживает гидриды. И 2С в комплекте. Его нет. Не забывайте. Серва, ну, такая, довольно-таки посредственная. Стоит родная Киоша. Серва. Называется она, давайте посмотрим, месте КС-202-W. Ну, я думаю, ватерпруф, да, влагозащита. Я думаю, здесь много, сильно прям ее не надо, чтобы она была какая-то там обалденно крутая. 10-15 килограмм за глаза. КС-202-S этого точно хватит. Так, по рычагам. Вверх пластик. Низ привода рулевого тоже пластик. Нижний рычаг, как вы видите, тоже пластик. Амортизаторы, крышки под алюминий. Понятно, что с вами пружина алюминий. В основном это у нас с вами тоже пластик. Здесь у нас тоже пластиковое все, бабочки, крепления, все пластик. О, ребят, металл, настоящий металл, ура! То есть, привода, чашки приводов и сами привода металлические. Внутри чашечки тоже металл. Ну и понятно, что все это тачка полностью на... Она очень мягкая и очень тихая. Это прям мне очень нравится, как это звучит. Колеса средней жесткости, бывает и по-жесткому. Если думаете гонять грязь, либо еще что-то, обязательно проклейте дырки эти, заклейте. Резина, я думаю, по снегу будет неплохо, по грязи нормально, по асфальту не знаю. Ну, хотя эта тачка не сильно для баша, поэтому можно посмотреть. Диски идут пластиковые, под обычный ключик. Кстати, прям, смотрите, когда так внутри прям диски вообще обалденно смотрится. Итак, нижняя дека у нас тоже пластиковая. Здесь ничего нового, ну, ничего такого. Кстати, крепление для аккумулятора очень удобно на липучке. Никогда никуда не вылетает. Дальше, по задней части также сверху у нас крепление пластиковое. Задняя бабочка, но тоже пластиковая. Амортизатор мы уже с вами поговорили. Привода, чашки приводов металл. Внутри тоже металл. Ну, это хорошо, это классно. Кстати, ничего не потекло, но это тоже хорошо. Хорошо, амортизатор у нас с вами 100% заправленный. Работает очень хорошо, поэтому здесь вопросов нет. Итак, ребят, если подводить итог. Да, это коллекторная версия, но цена 220 долларов. Ну, то есть, давайте так, 15 тысяч рублей. Что сейчас можно купить за 15 тысяч рублей? Ничего. Да, заказывалась тачка Самейна, то есть, ну, даже арма уже начинается там 270. Так как здесь привода, дифференциалы, все металл, в принципе, возможно, тачка и выдержит коллекторную, точнее, извините, бесколлекторный мотор. Вот, дизайн, как вы видите, обалденный, просто симпатичный. Полный РТР комплект, то есть, аппаратура идет сразу же в базовом оснащении. Думаете брать или нет? Подождите тест-драйв. Я выпущу два теста, то есть, с таким просто покатушками и небольшим башенком. Попрыгаем, посмотрим, как все это будет происходить. Поэтому, большая просьба всем тем, у кого остались какие-то вопросы, либо нужны дополнительные фотографии, либо рассказать об автомобиле, пожалуйста, напишите внизу в комментариях. Все. На этом, наверное, обзор, распаковка подходит к концу. По технике, если есть какие-то вопросы, тоже давайте обращаться, смотреть и разговаривать. Пишите, пожалуйста, в ВКонтакте, либо в Инстаграме. Я там есть. Спасибо за внимание и пока-пока.